Мир Дэнди И так давно в Думе Дэнди появилась игра. Она относится к числу тех, которые сделаны полностью на русском языке. Но это не стрелялка, не леталка и не долбилка, а это просто обучающая игра. Называется она «Волшебная палитра». Первое, что бросается в глаза, так это то, что игра сделана полностью на русском языке. Возможность ее огромна. Можно нарисовать или начертить все, что только душе угодно. Начертить фигурку и закрасить ее в определенный цвет не составит большого труда. А цветов в игре не очень много, но достаточно, чтобы нарисовать приличный рисунок. Каждая линия на вашем рисунке сопровождается отдельным звуковым сигналом. Очертить можно с точностью до миллиметра. Наверное, самое интересное в игре это то, что можно делать в маленькие мультфильмы. Конечно, это вам не Марио Пейнт, но нарисовать полянку и пустить по ней прыгающего за бабочкой Пиноккио это можно. Поиграв в эту игру пару дней, я научился рисовать такие рисунки, которые мне не снились, чего и вам желаю. И я уверен, что если у вас были отрицательные оценки по рисованию или черчению, то с помощью этой игры вы сможете повысить их до максимума. Я уверен, что каждый из вас играл в игру Король Лев. Так вот, я спешу вас обрадовать, что не так давно появилась вторая часть этой интереснейшей игры. Итак, Король Лев 2 на Sega Mega Drive. Безусловно, каждый владелец приставки, будь то Dendy, Sega или Super Nintendo, переиграл возлюбленного Короля Льва. И ему захотелось новых приключений бесстрашного львенка Симбы. И его желание было исполнено. Не так давно появилась вторая часть этой игры. Король Лев 2 отличается от своего старшего брата буквально всем. Игра получилась на редкость интересной. Симба уже с первого уровня может превращаться в Большого Льва с помощью магических шаров. Своих противников он уже не убивает под катом. От удара когтистой лапой от них не остается ни малейшего следа. На этот раз приключения Симбы затянутся на более долгий срок, ведь путешествовать придется по всему миру. Противники, как всегда, в полной форме и готовы в любую секунду оказать достойное сопротивление. Ничего кроме этого в голове у них попросту не находится. Так что лучше пейте их по головке, по головке, просвещая увеситые лапы с огромными когтями. Действия игры постоянно меняются, и трудно предугадать, что ждет вас в следующем уровне. Но не стоит падать духом. Не то повидали. Лучше возьмем в руки джойстик от Мега Драйва и покажем всей твари дрожащей, кто такой царь зверей. А теперь наступило время для подведения итогов второй викторины и предведения третьей. Писем пришло, как всегда, огромное количество. Но точнее всех ответил на все вопросы только один человек. Это Захарчук Дима. С чем я его поздравляю и предлагаю прийти в эту среду на чемпионат Дэнди. Сразу же проведем третью викторину. Записывайте. Вопрос первый. Сколько действующих лиц в игре Resident Evil, о которой позже пойдет речь? Вопрос второй. По каким фильмам сделана игра Индиана Джонс на Супер Нинтендо? И вопрос третий. Сколько цветов предоставлено для рисования в игре волшебная палитра, о которой уже была речь? Не выключайте телевизоры, впереди еще много чего интересного. Я уверен, что почти все вы смотрели фильмы о приключениях Индианы Джонса. Но теперь у вас есть возможность поиграть в игру, сделанную по этим фильмам. Итак, Индиана Джонс на Супер Нинтендо. Индиана Джонс – великолепный шедевр фирмы Нинтендо, включающий в себя все три части приключений неуловимого ученого. Эта игра является приключенческой бродилкой, боевиком, леталкой и даже гонками. Да-да, все эти четыре жанра переплетаются в одном картридже. Игра полностью построена по сюжетам фильмов. И все уровни сразу же напоминают места из киноленты. Вооружен доктор Джонс своим любимым кнутом, которым он стягает всех, кто попадается ему на пути. Индиан реже пользуется гранатой и пистолетом. Но когда они у него появляются, сразу же на улицах становится тихо и спокойно. Как известно, все приключенческие поездки имеют заданную цель. То Индия отправляется в джунгли Амазонии за золотым идлом, то он чится в Индию за камнем судьбы. И буквально повсюду его узнают поклонники, спешащие к нему далеко не за автографом, а за его головой. Отделив последнее тело, всем бы стало жить гораздо спокойнее. Но Индиана Джонс не лыком шит. Сначала риск не подойти, вмиг получишь хлыстом ощущений несприятных. Огромное количество уровней беспрерывного действия, поддерживаемого неплохим звуковым сопровождением, заставит вас дни и ночи сидеть и играть в Индиана Джонс. И кто знает, может из вас вырастет первоклассный археолог, который продолжит дело доктора Джонса. А теперь традиционная рубрика Help. И как я обещал в прошлый раз, сегодня секреты будут как для Сеги, так и для Супер Нинтендо. Так что приготовьте свои ручки и бумагу. Бруталити Сайрекса XZXZXZXZCA Бруталити Рейна XXBCZBCZBXA Бруталити Джейд XCXAZZZCBBXZ Бруталити Ноб Сайрекса XCBCZBXXAZZBXXAZZZ Игра Batman Return Вводите в Options, поставьте курсор на Reset И на втором джойстике введите код Вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо, влево-вправо, B, A Теперь вы сможете поставить себе 9 жизней Игра Jungle Book На логотипе Virgin введите следующий код Вверх-вверх-вверх, B, B, Y, Y, Select Вверх-вниз, влево-вправо, B, Вверх-Y Влево, Select, вниз После трех звуковых сигналов входите в Options И вы сможете поставить любой уровень В наших последних передачах мы не знакомили вас с играми на студии PlayStation И сегодня исправим эту ошибку Если ты счастливый владелец данной приставки Уже который месяц ищешь для себя какой-нибудь шедевр То считай, что ты нашел его Самая красивая, самая кровавая, самая интерактивная игра Так говорили об этой еще не вышедшей игрушке западные специалисты Достаточно? Думаю, вполне Resident Evil 1998 год Раконские леса Июль На небольшую усадьбу обрушивается серия загадочных убийств Происходящих вокруг, около и в самом поместье На разборку власть отправляют небольшой, но умелый отряд специального назначения Браво! В назначенное время отряд не вернулся и на связь не вышел Власти посылают второй отряд элитного подразделения командос, Старс Прибыв на место, команда обнаруживает труп человека И сразу же подвергается нападению оборотня В самом раскаре схватки погибает Джозеф Их осталось четверо Отстреливаясь от неизвестных, члены команды попадают в огромный дом Субтитры создавал DimaTorzok Chris Redfield Jill Valentine Mary Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil Именно тут и начинается сама игра Хотя, если быть точным, начинается она с выбора персонажа Можно выбрать одного из двух командос Полицейскую Джилл Валентайн или настоящего мужика Криса Редфилда От вашего выбора будет зависеть весь дальнейший сюжет игры Причем хочется заметить, что Джилл обеспечит вас меньшими мучениями при прохождении игры Правда, легкий это еще не значит быстрый Да, и приготовьтесь Resident Evil намного длиннее, чем вы думаете С сюжетом вроде бы все ясно Но только не думайте, что он прост, как ленинская правда искра Нет, история в Resident Evil развивается самым непредсказуемым образом И поскольку вы здесь лицо далеко не последнее То в любом момент можете повернуть сюжет на свой вкус и цвет Как, например, если что-то не то ляпнуть напарнику То он просто обидится и не выручит вас из очередной опасной ситуации А стоит послать друга на разведку И вскоре вы уже будете плакать над его трупом А некоторые места без напарников не пройти Так что постарайтесь оставить их живых Лично я прошел эту игру более 20 раз И почти всегда с разным сюжетом Resident Evil полон неожиданностей и сюрпризов В игре есть все И предательство, и внезапные встречи, и неожиданные спасения Герои игры становятся очень близки Вы по-настоящему переживаете все повороты сюжета И когда погибает один из друзей Хочется плакать, биться головой по стену И спустить приставку с 10 этажа Что я и сделал, когда загрызли напарницу Криса 18-летнюю Ребеку Джимберс У вас слабые нервы? Даже не думайте садиться за эту игру Вы недолюбливаете собак? Теперь вы их будете просто ненавидеть С оглушительным лаем эти вампироподобные бестии Пробивают головами окна и валиваются в комнату И еще секунду назад царила мертвая тишина И заходя за очередной угол Свято верит, что за ним тебя ждет ласковый зеленый друг Который ни за что не упустит случая Откусить тебе голову Хотя недавно ты был уверен, что дом пустый Пустые магазины твоей беретты Кстати, беретта не единственное оружие Кроме нее есть Армейский нож Старый добрый винчестер Базука И неповторимый, бесподобный С ног сшибающий, в прямом смысле Его величество, Кольт И если в начале игры вы уверены, что поместье населено вампирами и монстрами То ближе к концу открывается, что все это биологическое оружие лаборатории Амбрелла Да-да, и церберы, и акулы, и все остальные монстры Все это творение человеческого разума И босс всего этого находится среди вас Вся игра представляет собой огромный лабиринт С большим количеством дверей и сложнейших логических загадок Именно эти загадки и составляют особый смак Resident Evil Сложность их наращивается со скоростью снежного кома И если в начале, переставив местами два щита и получив ключ, вы будете прыгать от радости То уже в конце игры, со спаленными глазами Битый час решает очередное логическое задание Хочется стучать в джойстиковый пол Хотя решение прямо под носом Отдадим должное и музыке, а также звуковым эффектам Без которых игру просто невозможно представить Именно они отвечают за невероятную степень реализма Которая пробивает вас до последней косточки Особенно по ночам Протяжное мычание зомби Бой собак и ор-ворон В сопровождении с оркестром цикад Складывается в тот неповторимый звук Что очень часто не дает нам уснуть летом Виртуальные пчелы жужжат так Что вы вынуждены каждый раз оборачиваться Чтобы проверить, а нет ли этих бестий поблизости Потрясающий реальный звук стрельбы Стрельба из беретты Отличается от того, что производит в эфире добрый кольт А голосок питона Никогда не спутаешь соло ординарного винчестера Где еще можно насладиться графикой, как не в Resident Evil? Мне не приходилось видеть ничего подобного Авторы игры вложили себя в каждый графический штришок резидента Оттого я не отдалился на странные мысли Как бы все это смотрелось в рамочке да на стенке И напоследок приведем некоторые числа В игре более 100 3D объектов Включая монстров, оружие, предметы и самих героев И каждый, даже вблизи, выглядит предельно четко Да к тому же, все это еще и шевелится Да еще как шевелится Причина тому — адский труд разработчиков, угрохавших уйму времени на снятие реальных движений с облепленных датчиками людей и животных Вот почему все живые персонажи От паучков-переростков и песиков-церберов До человекообразных монстров и самих людей Обладают настолько реалистичной динамикой Вывод прост до безобразия Resident Evil является лучшей игрой года И все, что вы сейчас услышали Является лишь малой частью описания этой игры Потому что Resident Evil невозможно описать В нее нужно просто поиграть И я уверен, что пройдет месяц Может быть пять И он наступит Долгожданный счастливый конец А может не счастливый? Может и вообще не конец? Переведите дух Игра закончена Наша передача тоже подошла к концу Надеюсь, вам она понравилась И вам понравились те игры, о которых вы сегодня узнали До встречи на следующей неделе Субтитры создавал DimaTorzok Конец Субтитры создавал DimaTorzok